Вот такое хале сдаётся в дачном массиве для праздников. Достаточно столов, очень много стульев, столов. В этом зале мы гуляли когда-то свадьбу своего сына, нас было 80 человек. И мы гуляли нашу золотую свадьбу, было 50 человек. Вот такая барная стойка, там тоже как барная стойка, но больше музыкальная. Вот сейчас покажу, есть кухня прекрасная. Вот здесь туалеты с синими тапочками. Мужской туалет с розовыми тапочками, женский туалет. Всё очень чисто, очень прилично. Вот такая кухня, здесь есть кое-какая посуда, есть кофеварки, есть кипятильник для воды, так называется по-немецки, ну чайник мы говорим. Плита, посудомоечная машина, холодильник, микровелли. В общем, две такие профессиональные шикарные раковины. Очень удобная кухня. Теперь, если мы пройдём сюда, это тоже барная стойка. Здесь тоже есть и посудомоечные машины, это для пива такие автоматы. И вот такая посуда тоже предоставлена тем, кто снимает это помещение. Очень много холодильников. Холодильник, холодильник, морозильник. И здесь тоже морозильник, холодильник. Вот там тоже холодильник в углу. И в той барной стойке тоже холодильник. А вот здесь посуда. Всевозможная посуда, начиная от вилок, ложек, ножей. Чайные, кофейные, десертные, нормальные тарелки. В общем, всё отлично, всё нам нравится. А самое главное, что эта хали расположена в дачном массиве. Там, где нет прохожих, нет машин проезжающих. Никто посторонний здесь не ходит. Очень хорошо это всё смотрится. Тишина, никому, ничего, никто не мешает. Здравствуйте, хорошие люди. Здравствуйте, мои подписчики. Здравствуйте, гости моего канала. Сразу хочу поздравить вас с новым этапом жизни на канале. Нас 59 тысяч. Низкий вам поклон. Огромное спасибо всем новым подписавшимся зрителям. Спасибо за доверие. Спасибо за то, что вы помогаете моему каналу продвигаться дальше. Канал должен жить. А без вас это просто невозможно. Ну вот, как-то так. Немножко я вас забросила, потому что абсолютно не было времени. Вы знаете, золотая свадьба. Тем более, что готовила я её сама. Конечно, у меня были помощники. Но основное закупалась, готовила, составляла меню. Я делала это всё сама. Хочу вам прочитать меню, которое я готовила на свою золотую свадьбу. Холодные закуски. Это были свежие овощи, помидоры, огурцы, сладкий перец болгарский, листья салата. И для этого ещё для них выставляла я сыр фета, нарезанный маленькими кубиками, сантиметр на сантиметр, даже меньше. В масле и вместе с зеленью и всякими приправами. Кроме этого, были смешаны зёрнышки, такие или семечки, такие как подсолнечниковые, тыквенные, потом кедровые орешки. Всё это было смешано вместе и подавалось к салату, как посыпка. Что ещё из свежих овощей было? Это огурцы, листья салата, паприка. Ну вот так. Следующее, что я купила, я купила антипасти. Мы с удовольствием всегда это покупаем. Это маленькие перцы. Есть гагашары такие маленькие, круглые. Есть немножко длинные, фаршированные уже перцем. Причём частично эти перцы, сыром, сырной пастой. И эти перцы частично сладкие, а частично острые, горькие. Так что оливки. Ну как-то так. Это были антипасти. Кроме того, я добавила в антипасти ещё свои сливашки. Кроме этого, я делала салаты. Салат был из крабовых палочек. Салат был из морковки по-корейски. Был салат из морской капусты с морковкой по-корейски. Потом я ещё делала помидорки свежие по-корейски. С зеленью, чесноком, приправами, маслом, уксусом. Очень вкусные получились. Это были холодные закуски. Кроме этого, мне подарили, можно сказать. Мне привезли мои родственники прекрасную рыбу копчёную. Не одну рыбку, а целую ассорти. Привезли два набора, в которые входили форель. Потом там были что-то от акулы, что-то. Ну, в общем, толком я это не видела. Потому что праздник, это всегда хаотичный проходит. И всё не углядишь. Но стол накрыт был очень хорошо, очень красиво. И этим, в этом мне помогали, конечно, и мои помощницы, две. И помогали мои друзья и родственники. Вот. Кроме холодных закусок, грибочков маринованных, я делала баклажаны в пряной заливке. А что ещё было? Моцарелла с помидорами. Были баклажаны жареные с помидорами, переслоенные чезноком с майонезом. Ну, это как... В общем, было очень красиво. Что было приготовлено на горячее? На горячее были приготовлены голубцы из виноградных листьев и голубцы из листьев монгольда. Кроме этого, была сделана фаршированная паприка. Ну, мясом и рисом, как у нас это положено. Кроме этого, я приготовила балихун. Балихун я приготовила из крылышек куриных. Но показать вот эти все рецепты я не могла, потому что был такой стресс, и хаотичность, и спешка. Всё, чтобы было успеть вовремя. А я не люблю разогретую продукты или разогретую еду. Поэтому всё нужно было готовить в последний момент. Очень быстро и вкусно. Балихун я вам обязательно покажу в более спокойное время. Там сложный только рецепт в том, что там очень идёт много ингредиентов. Некоторые из них какие-то особенные. Например, сладкий соевый соус. Я думаю, что ближе к востоку соевого соуса достаточно. Вот. Голубцы, я сказала вам, был приготовлен балихун, и была приготовлена жареная рыба, и были приготовлены пряные креветки в таком пряном соусе. К креветкам и рыбе был приготовлен отварной рис. Кроме этого, кроме этого дворного риса, был ещё розмарин, картофель. Эти все рецепты розмарина у меня есть на канале. Ну вот, это меню. На десерт я готовила ещё компот ягодный. По нашему рецепту немцы компоты не варят. Они даже слово компот понимают немножко по-другому. Вот. Ну, были арбузы, были дыни, были ягоды. Были замечательные пирожные. Я приготовила желейный торт. Вот. Ну и прекрасный тирамису. Замечательные фотографии. Посмотрите в этом видео в самом конце. Столбов шикарный. Но это не всё. Ну, во-первых, у меня в гостях впервые был шеф со своей женой. И впервые они пробовали ту еду, которую готовлю я. Девчонки мои, они уже у меня не один раз были в гостях. А для меня это было, что шеф пришёл с Кристиной. И для меня это было, конечно, очень приятно. Но я скажу, что отношения в Германии между шефом и подчинёнными совсем не такие, как отношения между шефом и подчинённым в нашем постсоветском пространстве. Никто из шефов нос не задирает особенно. Ты с ним на ты. Но так как я воспитанным в Советском Союзе, то доля уважения к шефу сидит где-то внутри, и от этого не избавишься. Поэтому и вот это волнение, и страх. Ну, не то, что страх, а ты не знаешь, впервые приходит человек, ты не знаешь, как он это всё воспринимет. Но всё было прекрасно. Мои дети приготовили такое шоу. Это мечта. Мечта, конечно. И девчонки, и ребята все участвовали. Это было что-то с чем-то. А кроме этого у меня такая была замечательная помощница, которая не давала никому скучать. Она проводила какие-то игры, какие-то мероприятия были. Причём они получали призы. Вот. Это всё было весело. Кто-то играл с ней, а кто-то смотрел и ухахатывался над ними. Ну, в общем, было очень весело. Очень много танцевали. Ну, очень много было сказано хороших слов. Очень много было вручено подарков. Сделаны фотографии. Но фотографии я не делала сама. Вы это понимаете. Поэтому у меня их пока нет. Ну, как-нибудь позже, может быть, и получится. Кроме этого, было сделано слайд-шоу из старых фотографий, которые YouTube не пропускает. Вы пустите в эфир, поэтому вы их не увидите. Ну, вот как-то так. Вот это то, чем я жила последнее время. Волнение, подготовка. Стараешься сделать так, чтобы всё успеть, но в то же время, чтобы ничего не испортилось, и чтобы было вкусно и горячее, чтобы было вовремя приготовлено. Вот такие заботы. Кроме этого, конечно, декорация зала была в моих руках. Всё это я продумывала. Как, что. Вообще-то я готовилась сделать летнюю, цветную, полевые цветы и так дальше. Но всё перевернулось ног на голову, когда дети подарили мне эту шикарную корзину с цветами. С белыми гладиолусами, там антурии и всё прочее. Очень красивые цветы. Ну, а сегодня день рождения моей внучке 19 лет. И мы ещё сегодня будем праздновать. Еды осталось очень много, но это нормально у нас, потому что мы не привыкли считать. Там один кусочек мяса, один кусочек того. Мы привыкли, чтобы люди ели досыто. И хотели бы, чтобы им это было по вкусу. Ну, вот как-то так. Конечно, я выгляжу устала. Ну, это ничего не меняет на мне. Прекрасное платье, которое вы можете увидеть на канале моей дочери. Его шила Анна. Причём она шила мне его с двумя накидками. Вторую накидку я так и не попробовала. Или не обновила, как говорят, не выгулила. А выгулила. Зато ещё одно новое платье, которое шила мне тоже дочь. Вот. Ну, вот так. Шумно, весело. Гости уехали все очень довольны. Были у нас и ночевальщики дома, которых мы накормили завтраком и отпустили в дальний путь домой. А потом поехали, вымыли, вычистили, поставили на место все салы. В зале, в котором мы гуляли, вынесли весь мусор. Сдали зал в таком виде и даже лучше, чем он раньше был. Ну, вот как-то так. Если кого-то интересует зал для проведения мероприятий, то это очень хороший зал. Могу только посоветовать. Раньше как-то он был немножко запущенным, у него был неприятный запах. Когда помещение долго стоит закрыто, то там запах. Но вымыли все, вычистили, проветрили. И было исключительно... Я спрашивала у своих коллег. Никогда не были в таком или в этом месте. И у шефа, и все были довольны. Там такая замечательная атмосфера. Там, как у тебя дома. Как-то никто не беспокоит, никто не мешает. Но если бы мы пошли в ресторан, то в ресторане вы бы не чувствовали себя так вольно, как в этом замечательном месте. Поэтому если кто-то хочет что-то, какое-то мероприятие провести, то есть такой Клайн Гартен Ферайн Зюд, который находится в городе Бривен, возле речки Охтум, возле Охтум парка. Мы уже пользуемся этим залом второй раз. И мы очень довольны. Причем довольны не только мы сами, но довольны и родственники, которые приезжают к нам в гости, наши друзья, все очень довольны. Ну вот так. Сейчас надо отдыхать, потому что сегодня мы тоже не отдыхали. Мы разбирали все. Мы упаковывали по холодильникам все, что не съели. Сортировали бутылки, которые выпитые выбросить, которые не выпитые, убрать на место. Ну и так. Алкоголь был до выбор. Каждый выбирал, что хотел. Кто-то пил шампанское, кто-то пил вино, кто-то пил водку. Но пили очень мало. Очень хорошо пошел мой клубничный ликер. Вот для этого праздника я и готовила клубничный и ликер из цветов узины черный. Тоже пошел очень хорошо. Ну а так вы, наверное, понимаете, что не так было просто записать что-то и показать вам. Если ко мне, может, посмотрите на канале Анны что-то. Может быть, она что-то снимала. Но хочу сказать, что Анна и Доминик показали такой класс. Я не думала. Они не танцевали семь лет. И снова вышли, чтобы показать нам свои танцы. И они справились просто на ура здорово. Все были в восторге. Все абсолютно снимали на видео. Выставить это я тоже не могу в интернет, потому что там идет музыка, а музыку закроет Ютуб. Ну вот, как-то так. Чтобы пользоваться музыкой, нужно специальное разрешение. Или за это могут и штрафовать. Ну что, мои дорогие друзья, я попрощаюсь с вами. Я думаю, с завтрашнего дня все войдет в свою колею. И мы с вами снова будем встречаться каждый день вовремя и много-много лет. Ну вот так. Ну а сейчас я хочу с вами попрощаться до завтра. Ставьте лайки. Пишите свои замечательные комментарии. Будьте все здоровы. Будьте счастливы. Живите здесь и сейчас. Завтра может быть поздно. Всем пока-пока и до новых волнующих встреч на канале Север. Это моя судьба. Пишите свои Субтитры подогнал «Симон»